Это урок номер 13. Меня зовут Федор Васильев. В этом видео посмотрим, как организовать на WooCommerce продажу цифровых продуктов. Цифровые продукты – это могут быть книги в цифровом виде, это могут быть аудиокниги на продажу, это могут быть видеокурсы на продажу, как на примере моего курса Landing Page на лету. И давайте посмотрим, как это WooCommerce устроено. Давайте посмотрим. В админке сайта вы переходите в товары, все товары. Создается цифровой товар так же, как и любой другой, именно здесь в товарах. И при заполнении товаров, то есть заголовок, все как обычно вы делаете, там изображение товара. А вы видите, вот в этой области, то есть на вкладке «Основные», то есть у меня это простой товар, два чекбокса, скачиваемые. Выбираем. То есть это после покупки человек сможет получить ссылку на скачивание цифрового продукта. Выбирая ссылку, у нас появляются дополнительные поля. Цена, общая цена за данный продукт. Также можно указать цену распродажи, ну то есть скидка. И вот идет скачивание файла. Здесь вы пишете имя, в данном случае я пишу название своего видеокурса. Здесь вы вставляете ссылку на скачку. Какую ссылку здесь обычно вставляют? Скажем, у меня курс, все мои вообще платные курсы, они залиты в облако. Я получаю с этого облака ссылку и вставляю ее здесь. То есть сам курс физически не залит на моем сервере. Иначе бы это занимало очень много места на диске, поэтому все курсы заливаются в облако. Здесь либо вы получаете ссылку и просто ее здесь проставляете, либо вы можете выбрать файл, если это какой-то небольшой цифровой файл на продажу. Вы его залили сюда, в медиафайлы WordPress. Это может быть также и какие-то работы, эксклюзивные вами созданные на продажу. То есть какие-то картинки, фотографии. Например, вот эта фотография, она тоже продается, к примеру, скажем. То есть вы просто вот так можете ссылку задать именно на внутреннюю папку медиа менеджера, так скажем. Если это несколько файлов на закачку, можно нажать добавить файл. Неограниченное количество, то есть, например, это какая-то бонусная часть, залитая, например, ссылку иметь другую. Например, поставлю бонусы и также вставлю, к примеру, обложку, как будто бы это цифровой продукт. Дальше, если у вас устроено это с лимитом загрузки, то вы можете здесь выставить число. После покупки сколько раз можно это скачать, прежде чем доступ будет автоматически закрыт. Следующее поле. Введите количество дней, по окончанию которых ссылка на скачивание перестанет работать. То есть если такие ограничения вам нужны, то здесь тоже можете выставить количество дней. Я эти ограничения не ставлю. В данном случае, если человек купил курс, в моем случае доступ у него должен быть всегда, так как он целиком его купил и доступа здесь нет. Это может понадобиться только если это какой-то обновляемый курс с большими бонусами, за который отдельно вы хотите получать доход. Это делается либо дополнительная ссылка здесь для скачивания при покупке, либо это делается еще один продукт, вы создаете товар в e-commerce, либо ставите здесь ограничения. В общем, здесь большой гибкий выбор, как это все оформить. И теперь, как это получается, давайте посмотрим. То есть как человек получает ссылку на скачивание. То есть он видит товар, переходит, добавляет товар в корзину. В данном случае данный видеокурс оплачивает его. Допустим, я его оплатил. Спасибо, ваш заказ был принят. В этот момент, пока администратор магазина обрабатывает заказ, человек в своем профиле может перейти в заказы. Вот этот верхний – это только что созданный заказ, который я уже как будто бы оплатил. И статус у него на утверждении. Соответственно, статус мы с вами увидели. На утверждении мы увидели, что действительно платеж прошел. Со стороны администратора мы завершаем этот заказ. То есть успешно завершенный, выполнен статус. В свою очередь клиент здесь увидит, что статус выполнен. Естественно, это все будет сопровождаться письмами на e-mail. Письмо и администратору сайта приходит, магазина, и клиенту, что заказ был создан. Второе письмо придет, что статус был подтвержден, что по сути человек может уже скачивать данный купленный продукт. Давайте перейдем в загрузки, те продукты, которые можно скачать. И вот вы видели, я создавал две ссылки, то есть бонусы. И сам курс. Здесь стоит, что нет ограничений. Вот этот значок тоже говорит о том, что нет ограничений на количество, безлимитное количество скачек. Если я сюда нажму, я получаю, по сути, сам файл, который залит у меня на хостер, на хостинг, да, то есть это как бы есть платный продукт. Или это может быть ссылка на, например, облако Mail.ru или другое, другое, любое другое хранилище. И также на бонусы, если я нажму тоже, могу скачивать купленный продукт. То есть вот так вот работает продажа цифровых товаров. Также давайте рассмотрим, что такое виртуальный и разницу между ними. Вообще, наводя мышь вот на эти слова, да, скачиваемый товар, вы можете видеть подсказки. Скачиваемый товар, предоставим доступ к файлу после покупки. То есть все здесь понятно. Виртуальный товар. Своими словами расскажу, как я понимаю, что такое виртуальный товар. Это продажа каких-то услуг. Скажем, это будет выглядеть как товар в интернет-магазине, но это будет какая-то услуга по, например, написанию текста. То есть здесь будет, например, заголовок. Напишу SEO-оптимизированный текст и цена за столько-то знаков, например, там такая-то. То есть вы как бы заказываете услугу. То есть эта услуга не имеет ни доставки, ни возможности скачать. Вы ее просто оплачиваете, эту услугу. Естественно, человек получает деньги и связывается с вами, там уже в зависимости от того, что вы продаете, что он покупает, обговариваете детали выполнения этих работ. И как это выглядит со стороны админской части при редактировании товара. Я снимаю галочку отсюда и ставлю виртуально. Обратите внимание, когда я здесь галочку не ставлю, доставка, настройка доставки у нас, эта вкладка присутствует. Если я здесь эту галочку ставлю, доставка исчезает, так как она в данном варианте продажи такого вида услуг не нужна. И как это может выглядеть со стороны сайта. Давайте обновимся. Пойду на сайт обновлюсь. То есть выглядит это как обычный товар, но добавляя его в корзину, видим, что здесь нет никаких полей, ни доставки, ничего. Нажимаем оформить заказ. То есть, как я уже говорил ранее, что это услуга. Поля здесь тоже меняются, только подставляется имя, фамилия, телефон, email и детали. То есть вот эта форма выглядит более упрощенно, так как здесь этого ничего не нужно. И здесь тоже все упрощено, нет никакой доставки. Человек только выбирает способ оплаты данной услуги. То есть прямой банковский, в зависимости от того, что вы здесь хотите, что вы здесь подключили ранее. Соответственно, оплата при доставке здесь, этот вариант не подойдет. Этот вариант надо будет отключить, если я буду в этом магазине организовывать именно продажу услуг. Например, PayPal, прямой банковский перевод или любой другой платежный плагин, который вы здесь подключите. Все, дальше уйдет все то же самое. Подтвердить заказ и человек просто оплачивает данную услугу. В админке сайта это будет выглядеть тоже точно так же, как и продажа любого другого продукта. Вы увидите, что деньги поступили к вам на счет и подтверждаете, что да, заказ был совершен. Субтитры сделал DimaTorzok